Здравствуйте! Сегодня 24 июля и вы смотрите ежедневный обзор рынка от банкир.ру Азиатские торги начались с гэпа вниз на 27 пунктов. Так инвесторы отреагировали на решение американского рейтингового агентства Egan Jones в конце прошлой недели о понижении кредитного рейтинга Испании с 3С до 2С. В отсутствие значимых экономических новостей европейская и американская сессии прошли в волатильном боковом движении. Доходность испанских ценных бумаг на торгах в понедельник достигла исторического максимума в 7,55%, что позволило медведям по евро в очередной раз обновить двухлетний минимум курса валютной пары на отметке 1,2067. Торги завершились в районе 1,2118. В нашем прогнозе на вторник предполагаем первоначально боковую торговлю вдоль линии дневного разворота 1,2109, а затем разворот пары на восходящую коррекцию и подъем курса единой европейской валюты к целевым уровням 1,2155, 1,2200, 1,2230. В этой зоне возрастают риски возобновления снижения валюты к уровню предыдущего минимума 1,2067 и ниже в направлении очередного ключевого уровня поддержки 1,20. Под натиском негативной экономической информации, поступающей из Испании и Греции, азиатские первая половина европейских торгов прошли в нисходящем ценовом движении. К негативу, связанному с перерастанием испанского банковского кризиса в полномасштабный экономический, добавились слухи о невозможности выполнения Греции ранее взятых обязательств. В связи с чем вновь заговорили о возможном выходе страны из еврозоны. На этом фоне медведям по фунту удалось снизить курс пары на 140 пунктов до уровня 1,5484. После небольшой положительной коррекции торги завершились на отметке 1,5520. В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем подъем курса британской валюты в коррекции к предыдущему снижению. Целевые уровни подъема валюты 1,5538, 1,5564 и 1,5604. Далее может вновь возобновиться снижение пары в новом цикле нисходящего движения. Целью снижения в этом случае станет уровень предыдущего минимума 1,5484. В экономическом календаре вторника Новая Зеландия опубликует итоговые показатели баланса внешней торговли за июнь, включая объемы экспорта и импорта. Китай, еврозоны и США представят месячные индексы деловой активности в производственной сфере своих регионов. Кроме того, аналогичные показатели вместе с индексами деловой активности в сфере услуг будут представлены и по ведущим экономикам еврозоны Германии и Франции. В Канаде будут опубликованы изменения объема оборота розничной торговли за май. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.